Ну что ж, друзья, КНДР отправит в Украину военных под видом бурятов и якутов. Об этом пишет Financial Times. Вот такие вот новости. По мнению аналитиков, это будет первым иностранным вмешательством в войну с начала полномштабного вторжения с 2022 года. Но наши украинские аналитики считают, что то количество северокорейских войск, а я напомню, это 10 тысяч, которые могут принять участие в войне против наших сил обороны, не изменит ситуацию на фронте. Но, честно говоря, не звучит это прям очень радужно. Давайте разберемся, когда войска КНДР под каким-либо видом могут начать столкновение с нашими защитниками. Об этом сюжет, а после разбираем его детали с экспертом. Поехали. Путин надеется на помощь своего друга Аким Чен Ина. Северокорейские войска, которые находятся в России, могут быть направлены в Курскую область. Российский диктатор Путин рассчитывают, что они помогут вернуть часть региона, которая контролируется вооруженными силами Украины. Об этом сообщает Financial Times. Момент, соответственно, возможного появления войск КНДР будет свидетельствовать об очередном мемориале в память все уже северокорейских военнослужащих, погибших при выполнении так называемого интернационального долга в Курской области. По данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи, привлеченные к войне солдаты КНДР входят в элитное подразделение, известное как штурмовой корпус. Эти солдаты отличаются хорошей подготовкой и оснащением. Они могут использоваться для локального характера операции. То есть, опять-таки, прорыв позиций вооруженных сил Украины, либо же активный характер наступательных действий, то есть маневренный характер наступательных действий. То есть использование тактики работы разведывательной диверсионной группы. По предварительным данным, КНДР отправило в Россию около 12 тысяч солдат. В Курск должны перебросить якобы 10 тысяч. Но, по мнению экспертов, даже такое количество будет недостаточным, чтобы переломить ход войны. Отсутствие боевого слажения. То есть, несмотря на профессиональную подготовку спецназа КНДР, вопрос, опять-таки, наличие горизонтальных связей между подразделениями на момент либо активного характера наступательных действий, либо же активного характера обороны, будет отсутствовать как таково. Все заявления о том, что направлено достаточное количество переводчиков, но в условиях боевых действий, услуги переводчика, это, конечно, вещь полезная, но она сведена до минимума реальным характером боевых действий. То есть, будет отсутствовать координация и слаженность действий подразделений. Взамен на несколько тысяч военных Ким Чен Ын может получить полезные данные от российского руководства. Например, доступ к каким-либо видам военной техники и к передовым российским военным технологиям для развития ракетных и ядерных программ. Все ракорейские военнослужащие будут принимать участие в боевых действиях не из любви к Российской Федерации, а, соответственно, будет соответствующая либо материально-финансовая сторона их присутствия, либо же характер военной помощи уже Российской Федерации в моменте оборонных программ и развития наступательного потенциала. Речь идет о ракетном потенциале КНДХ. То есть, тут и не последнюю роль будет играть, соответственно, экономическая составляющая данного вопроса. В свою очередь, администрация президента Южной Кореи призвала к немедленному выводу северокорейских войск с территории России, предупредив, что может рассмотреть возможность поставки летального оружия Украине. А речь идет о том, что ВПК Южной Кореи считается одной из ведущих в мире. И, соответственно, Южная Корея входит в пятерку стран-экспортеров военного снаряжения и военной техники. Я напомню, именно Сеул передал Соединенным Штатам 500 тысяч снарядов калибром 155 мм для нужд вооруженных сил Украины. И россияне продолжают непрерывно атаковать на всех участках фронта. На Пахаровском направлении защитники отбили 38 штурмов россиян, в частности, в районе населенного пункта Селидова. На Купенском направлении за сутки произошло 9 атак захватчиков. Основная задача российских оккупантов – это не выход к реке Оскол, это возможность флангового маневра с целью прорыва непосредственно к агломерации славянского моторства. То есть возможности блокирования вооруженных сил Украины в данном промышленном треугольнике – это славянского моторства Константиновка. То есть это те планы, которые Российская Федерация вынашила еще в 22-м году. Всего за сутки произошло 148 боевых столкновений. Детальнее о северокорейских военных и ситуации на фронте далее в нашей студии. Прямо сейчас к эфиру подключается Игорь Романенко, основатель благотворительного фонда «Закроем небо Украины». Игорь Александрович, здравствуйте. Спасибо, что включаетесь оперативно. Давайте обсудим вот эту важную тему. Все-таки под видом якутов, в том числе бурятов, россияне хотят отправить их, как пишут аналитики Financial Times, имею в виду военных КНДР, в Курскую область, для того, чтобы там они помогали российским военным выбивать наши силы обороны. Что думаете об этом? Насколько серьезна это может быть угроза, учитывая, что пишут о 10 тысячах? Здравствуйте. Во-первых. Во-вторых, для того, чтобы ответить на ваш вопрос, на мой взгляд, надо оценить ситуацию с итогов всего этого. То есть очень большая вероятность, понимаемо и почему, что их заведут, это 10-12 тысяч на Курское направление. То есть по договору между Российской Федерацией и северными корейцами они будут защищать, помогать россиянам свою территорию. А не воевать на оккупированной. Они там сгоряча сделали снимки с флагом северокорейский. Но потом поняли, что, наверное, по крайней мере, еще пока не своевременно это делать, потому что градус противодействия вот такого рода действиям северокорейцы, союзника Российской Федерации, он повышается. И несмотря на то, что там в Америке идут действия, связанные с выборами, и нельзя с точки зрения американцев делать резкие телодвижения на этот счет, поэтому они долго как бы не видели то, что корейцы там на территории Российской Федерации появились в этих условиях, внутренних как бы их соображений. А потом, ну, делать некуда, потому что там уже видела, я уж не знаю, кто только, ну, у нас так само собой, а даже в других странах и государствах, что это все произошло. Деваться им некуда, значит, они уже увидели. А раз увидели, значит, надо реагировать. А реагировать с их точки зрения выборных процессов нежелательно резко и действительно, потому что будет якобы Трамп может искусно это использовать. Но это внутренние, конечно, их обстоятельства, к сожалению, которые серьезно влияют и за ситуацию, которая происходит у нас в этой войне. Поэтому полагаю о том, что все-таки 10 тысяч могут появиться уже адаптированных, северокорейские подготовлены, а потом, значит, на полигонах адаптированных. Там якобы было задействовано до четырех центров учебных российских, северокорейские солдаты, то есть, ну, там до двух бригад. Ну и теперь, значит, оцениваем ситуацию, которая у нас сейчас происходит на Курщине. Силы обороны ведут уже оборонительные действия, активные мобильные обороны и достаточно непростые, потому что россияне сформировали более 55-тысячную группировку, завели механизированные части, большое количество дронов, артиллерии. Значит, нежелые свои населенные пункты применяют управляемые авиационные бомбы. То есть, в полной мере, как бы, они уже задействуют эти войска. И элитные, и переброшенные с других участков фронтов, все это имеет место. Они уже разобрались с управлением разных структур, которые туда завели с логистикой. И нанесли месяц назад, значит, соответствующий ход наступательный, провели действия. Два направления с севера, одно с запада и с юго-востока. В результате этих действий они фактически взяли под контроль половина ранее населенных пунктов, которые силам обороны Украины удалось взять под контроль. То есть, из 1300 квадратных километров, по разным оценкам, 700-750 осталось под контролем силы обороны Украины. Но вопрос не только в этом. А вопрос в том, что у меня очень серьезные есть с их стороны действия. Ну, например, на западе нашей группировки силы обороны Украины, я имею в виду Снагость, Любимевка, Ново-Ивановка. Вот они продвинулись здесь. И идут напряженные, интенсивные бои. В связи с тем, что такого рода действиями они хотят расчленить нашу группировку на две части. И северную, этот район, который как бы отсечь от южного, то есть отсечь от логистики со всеми вытекающими последствиями. И вот в таких условиях, когда ведутся, ну, вот на Ново-Ивановку удалось там помочь слегка ресурсами. Две токийские группы, но ротного уровня, якобы добавили силам обороны Украины, они вокруг Ново-Ивановки улучшили ситуацию, но в целом достаточно глубоко вклинение российских вооруженных сил прошло вот с запада. Ситуация, в общем-то, напряженная на юго-востоке Плехова, этот район, и на севере. То есть у них собрались силы, которые, значит, активно проводят наступательные. Теперь уже действия, и наша сторона, наши там подразделения части Силы обороны Украины ведут вот эту активную оборону. Активно это говорит о том, что на отдельных участках проводят наступательные действия, в частности и в Ново-Ивановке. Вот такая ситуация. А теперь берем и добавляем, что туда заходят две северокорейские бригады под управлением, естественно, россиян. И как бы там не были недостатки в том, что язык они не знают, переводчики и все остальное. Но они, в общем-то, заводили такие части подразделения, которые бы, ну, по максимуму эффективно, это для них начало действовали. И, конечно, это спецподразделения, которые предназначены для того, чтобы захватывать какой-то там объект, а потом его удерживать и так далее. Вот. Но, конечно, россиянам желательно, чтобы это была пехота, скажем, штурмовая на уровне вагнеревцев. Но это достаточно серьезная сила. И добавляется ко всему тому, значит, еще 10 тысяч и две бригады. И что? Игорь Александрович. Это все усугубляется ситуация там. И возникают серьезные угрозы, которые сейчас уже надо предусматривать и надо решать. А с нашими возможностями по резервам вооружения, техникой, боеприпасам, а также военнослужащим, это серьезная проблема. Смотрите, история же в том, что не только в виде пехоты на линии боевых действий может северокорейская армия пополнить российские резервы, да и российские силы. Вот опять-таки пишут, что это пока не подтвержденная информация, но КНДР могла предоставить России своих военных летчиков. Плохая новость состоит в том, что у них наверняка есть опыт работы на советских старых Су-25, поскольку КНДР их имеет образцы на вооружении. Однако хорошая новость в том, что на подготовку этих летчиков, если это даже будет предпринято, могут уйти, конечно, и год, и более, тем более языковой барьер. Как вы думаете, насколько велика вероятность, что и в небе, вот в этой войне, появятся северокорейцы? Ну, для одной плохой новости на Суходоле мы с вами как бы рассмотрели. Для нас она не лучшая новость, да, заведение двух бригад, достаточно больших по количеству, со всем остальным, как бы там, кто не характеризовал эту ситуацию. И я думаю, что полетчикам это тоже не лучшая новость, потому что они знают, значит, эту технику, они летают, и вопрос в адаптации. Не обучение на год, как вы говорите, ну, это на мой взгляд, а адаптации к конкретным условиям ведения боевых действий. Так это как наши на F-16, где-то там учились на полигонах, летали и так далее, а потом, значит, адаптировались на территорию Украины. И сколько потратили они на это? Ну, месяц. И поэтому, так сказать, что это очень удаленно, нет. А это очень важно, потому что за, ну, уже почти там три года войны потери летного состава очень существенные, особенно там штурмовиков, бомбардировщиков. То есть они бы имели место, и даже если бы это было не так, то есть с потерями летного состава, то вот это дается потенциал летчиков, только давайте самолеты, а самолеты у них есть, старые, есть. И здесь, в общем-то, они готовятся ко всем этим делам, то, к сожалению, можно прогнозировать, что эти летчики могут зайти, на мой взгляд, к концу этого года. Поэтому это тоже плохая новость. И в связи с этим нужна реакция, соответствующая наших союзников. У нас, как бы, не очень большие возможности осуществлять давление на, ну, с Россией тут все понятно, но и на Северную Корею тоже. Поскольку американцы... Да, как они могли бы предотвратить это появление, собственно, превентивно? Есть какие-то механизмы? Ну, у них есть свои каналы, то есть, например, разговоры, они же используют. Как, например, осуществляли действия американцы вместе с россиянами по поводу того, что помогают друг другу не передавать нам так называемые дальнобойные средства. Вообще, ракеты малого радиуса действия до 500 километров. А громко называются дальнобойные, чтобы напугать, наверное, Украину или кого они хотят напугать, непонятно. И то, значит, не дают, аж на 300 километров. А как происходила процедура? Значит, вот будем изучать американцы, давать, не давать и так далее. Бить на 300 километров. Нам, мы им сформулировали давно, и они знают, они знают, россияне знают, это 300 километров, и находится их аэродром, и на аэродромах находится их самолет. Процесс пошел, россияне же видят это, они начинают перегонять авиацию. Потом первое заявление было того же, значит, министра обороны Америки, значит, который говорит, слушайте, да зачем вам давать, а уже россияне 90 процентов перевели за дальность 300 километров. Это было такого рода заявление несколько недель назад. У вас есть хорошие дроны, которые могли бы, но, значит, дроны имеют боевую часть 50 килограмм, а ракеты, о которых разговор на порядок, порядок, то есть полтонны, и соответствующе могли бы наносить поражение, все остальное. Проходит, так и не дают, три недели, а теперь той же Остин появляется в носки и говорит, ну, вообще, о чем разговор? Уже все 100 процентов, значит, мы тут поговорили, россияне с нами связались, говорят, вы там подержите, не давайте пока, потому что мы еще не все убрали. Ну, хорошо, сказали американцы, ответили россиянам, не будем пока давать. Дождались, когда они 100 процентов летательных аппаратов завели за 300 километров. И теперь мы имеем ситуацию, которая теперь уже уверенно говорит, ну, про что разговор? У вас есть-есть, вот там атакуйте, куда там хотите своим оружием, а здесь нет смысла, потому что так. Это что, подход стратегического союзника, или как вообще оценивать такого рода действия? Это в то время, когда у нас очень тяжелая ситуация на фронте, когда союзник всего, немалочисленные союзники Российской Федерации действуют очень решительно. Что северокорейцы, что иранцы, северокорейцы 5 миллионов за войну передали, а нам вся Европа миллион не может. Хотя Южная Корея, как бы там окольными путями завела, ну, полмиллиона. Одна Южная Корея, ну да, а Европа, а Америка. Ну вот, значит, Байден президент обещал существенно изменить ситуацию с помощью нам после вот этой полугодичной паузы. И что? Все лето, каждый месяц давали помощь на 200 миллионов, а до паузы на полгода давали через каждые две недели помощь на миллиард, полтора миллиарда. Это усиление помощи, вот я все время теряюсь в этой арифметике, ну, наверное, как доктор технических наук, я никак не могу сосчитаться тут вообще, что происходит. Что говорится, а потом что делается. Так вот, это делается, очень разница с тем, что необходимо, чтобы нам устоять, чтобы нам остановить продвижение этого противника, противника не только Украины, а всех наших союзников, там их больше 50 стран. Вот такая ситуация. Да, тяжело тут с цифрами поспорить. Действительно, обещали одно, и слышим абсолютно другие действия. Видим, точнее. Игорь Александрович, хочу еще про Покровск и Селидово с вами поговорить. Все-таки детальнее там ведутся ожесточенные бои, и вот пишут различные военные эксперты, что будут появляться видео от россиян с флагами в Селидово, но бои за город продолжаются. И, к сожалению, мы являемся свидетелями очередной казни четырех военнослужащих из нацгвардии в районе Селидово. Эти бойцы как раз были взяты в плен российскими военными. Отметим, что это уже не случай. Расскажите, пожалуйста, во-первых, зачем россияне это делают? Во-вторых, что происходит сейчас в Селидово? Насколько опасна потеря этого города? Делают, мы уже обсуждали, для того, чтобы запугать и военнослужащие, и граждан Украины. Чтобы подавить морально-психологическое. А с другой стороны, должно быть понимаемо, что в плен требования уставов. В свое время я 20 лет в Советской армии, уже 20 лет в вооруженных силах Украины. Так вот, в Советской армии было сказано, нет ни под какими условиями не сдаваться в плен, даже если в твоей жизни будет угроза. Ну, и тут это законы войны очень такие тяжелые, в общем-то, может, каким-то невоспринимаемые, но вот такого рода. И поэтому, видите, что они вытворяют. Поэтому в ответ на это, например, значит, морские пехотинцы, 155-я бригада, которая переброшена, значит, у нас из-под Угледара, по-моему, на Курщину, то идут там бои, и так складывается, что там против нее действуют соответствующие наши части, и там, так сказать, наносятся удары, и, значит, в плен никто как бы не попадает. Ну, это, в общем-то, не подход, но все равно я четко понимаю, что россияне понимают только силу, больше на них ничего не воздействует, и Путин в том числе, или даже в первую очередь. Поэтому эту силу нам надо проявлять, а сил на это в одиночку у нас не хватает. Поэтому очень серьезная ответственность наших союзников, в первую очередь американцев, которые должны нам вот помогать с этой силой, причем в своих интересах тоже. Проигрыш Украины очень негативно скажется на всех, и в первую очередь на государствах таких, так есть главных. В Европе в большей степени это уже понимают, такие государства, как Британия, Франция, в первую очередь страны Прибалтики, северные страны вообще европейские, скажем так. Вот, и поэтому помощь с их стороны вот такая. Американцев все это сложнее, они там через океан. Ну, очень похожая историческая ситуация, как во Второй мировой войне, те же американцы вели себя по отношению к Британии, к сожалению, и сдвинул всю эту ситуацию только Перк-Харбол в то время. Значит, возникает вопрос, они ждут современного Перк-Харбола? Ну, по крайней мере, пока вот изменение такого революционного подхода, поставка, который бы обеспечил изменение, улучшение ситуации на фронте, а для нас улучшение, год, надо четко понимать, и вещи называть своими именами. Год Российская Федерация вооруженной силы наступает, проводит стратегическое наступательное право. Год со всеми вытекающими последствиями. Посмотри, сколько... Да, уничтожается большое количество вооружения, техников, инослужащих и так далее, но не выполнена первая задача стратегической оборонительной операции. Остановить продвижение противника. Сил не хватает на это. А возможности американцев есть. И там все это сказки про белого бычка, там денег у них не хватает. Мы видели, как на полгода Израиль получал все, что хотел. И не старые F-16, а F-35, бомбы, ну и так далее, по тексту. Поэтому все это, так сказать, мы уже... Они нас так отрезвили, перевели в прагматичные, рациональные подходы оценки ситуации. Вот мы сняли свои розовые очки, и теперь смотрим, кто бы там помогал, не помогал, кто действует, розовые очки мы выбросили и их раздавили. Для того, чтобы иллюзий не было, и четко воспринимали эту ситуацию. Видели, что происходит. Понятное дело, что рассчитывали, в первый счет, на свои силы. Однако, надо работать, потому что интересы есть и тех же американцев в нашей победе. Только они говорят на словах с нами до конца. А вот к этому концу приближается очень специфическое. Посаливая носки, то есть контролируемая ситуация. И к чему она приводит, мы видим. Государство, которое имеет ядерное оружие, Северная Корея ведет себя, как ведет. А государство, которое сдало это, значит, оружие, ну, находится в тяжелейшем состоянии в ходе этой войны. И все государства смотрят на эту ситуацию и делают соответствующие выводы, ну, в которых тоже Соединенные Штаты не заинтересованы. Ну, это просто беспокойности-то мало. Нужны действия. Вот мы, как бы, не только ждем, а боремся за то, наше военно-политическое руководство, чтобы эти действия происходили со стороны наших главных союзников. Ну, да, видим мы выводы, к сожалению, неутешительные. В том числе это результаты референдума в Молдове показали. Но это отдельный разговор. Игорь Александрович, большое вам спасибо за включение. Игорь Романенко был в эфире «Украина сегодня». Напомню, основатель благотворительного фонда «Закроем небо Украины». До свидания. Всего доброго.